Противоаварийные работы на территории речного вокзала ведутся почти месяц. За это время был произведен разбор завалов, укреплена центральная часть здания, демонтированы некоторые колонны ротонда, а также бельведер. В настоящее время идет подготовка к обустройству временной кровли. Ход мероприятия контролируют инженеры-реставраторы и архитекторы. А сами работы производятся профильные организации, имеющие лицензию на соответствующий вид деятельности. Для завершения первоочередных противоаварийных работ нам необходимо уже устройство металлого каркаса под кровлю и под баннер. Устройство самой кровли и водоотлив. И плюс к этому вновь выявленные работы, которые сейчас, опять же, чуть продлевают срок, это демонтируется еще колонна с аркадами и частью крыши. На продолжение противоаварийных мероприятий из резервного фонда Тверской области решено выделить 5,5 миллионов рублей. Работы необходимо выполнять в строгом соответствии с утвержденным графиком, подчеркнул губернатор Игорь Руденя. Должна быть не нарушена эстетика внешнего вида. Мы с вами разговаривали о необходимости приведения в порядок этого места проведения строительных работ. Второе – это наша задача сохранить полностью чертежи и все материалы для последующего восстановления данного строения. Ну и мы должны понимать, что количество средств, которые мы тратим на проведение этих работ, к ним должно быть рачительное, понятное отношение. Напомним, после обустройства временной кровли здание планируется законсервировать и задекорировать баннером. В дальнейшем начнется подготовка документов для восстановления памятника архитектуры. Уже произведена фотограмметрия, сканирование параметров здания и ценных архитектурных элементов специальными приборами для подготовки точных обмерных чертежей, которые потребуются при проектировании восстановительных работ.